Всем привет! Продолжаем изучать Spring. И перед тем, как начать, у меня вот такой вот к вам вопрос. Сколько времени вы реально готовы ждать, пока сайт вам ответит? А сколько времени вы готовы ждать ответа? Вот вы вбили вот эту строчку в браузере, сайт грузится. Большинство из нас вряд ли даже 5 секунд будет ждать. А где-то, где-то цифра проскакивала в 2 секунды. То есть, если сайт грузится больше, чем 2 секунды, то юзер просто берет и закрывает ваш сайт. И второго шанса у вас там не будет. Потому что большинство сайтов, как ни странно, мы один раз открыли и закрыли. Все. Больше мы, возможно, никогда не воспользуемся. Есть там, ну не знаю, у каждого из нас несколько сайтов, на которые мы постоянно. Но большинство других, то есть, мы используем в качестве поиска информации. Главным образом, какой-нибудь. И, 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 и. Мы, как разработчики, должны эту проблему пофиксить. У нас на данный момент, скажем, вся разработка велась в синхронном режиме. Мы делали одни синхронные вещи. Сегодня мы разберем, скажем, один из способов, как можно асинхронно работать. Для этого, для этого. Для этого я воспользуюсь тем проектом, тем проектом, когда мы работали с чужим API, с чужим API. По-моему, урок десятый, скажем так. Ммм, в списке должен быть. Напомню, что он делал. Вот у нас сервер есть. Вот у нас сервер есть. Который, который отдавал, который отдавал, ммм, список боссов. А наш конкретный сайт, то есть наше приложение, ммм, обрабатывало только вот такой вот вариант. Конкретного, конкретного обрабатывало босса. То есть мы не весь список. Я написал простой вариант, то есть одного босса. Вот этот был внешний наш API. Кто вот хочет потренироваться, может написать свой API отдельно, отдельно на этом, на спринге. Мы же уже умеем писать REST сервисы. Вот напишите отдельно, запустите на отдельном порту и создайте свое. Я просто, скажем так, ради своего интереса решил создать на Фениксе. Или вы можете поступить еще иначе. Смотрите, есть сайт на GitHub, где собраны различные публичные API. То есть здесь вы можете поискать некоторые API, которые отдают JSON-ответ и распарсить его. Какое вы выберете, это сугубо личное ваше дело. То есть здесь список просто огромен. API все бесплатные. То есть вот наш был внешний API. Теперь напомню, как мы к нему обращались. Для этого у нас был BOSS сервис и мы пользовались REST template, который работает в синхронном режиме. В синхронном режиме. Мы сейчас рассмотрим некий вариант, некий вариант, как сделать все это, организовать в синхронном режиме. Я вот еще вам напомню, напомню, напомню. Я здесь уже сервер запустил, как у нас все выглядело. Вот наша страничка. Вот мы делали, когда мы заходим на главную страничку, мы контроллеры, контроллеры делаем запрос на внешний сервис, на внешний сервис, вытягиваем вот этого стилбика и потом мы его печатаем на нашей страничке. Так, где это у нас? Давайте я вам покажу, 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 напомню. Вот наш BOSS сервис, а вот наш HomeController. И вот мы вот здесь вот его используем. То есть вот сервис и сразу берем дату. Дата это у нас конкретно BOSS. Конкретно BOSS. Здесь я проверок, напомню, что никаких отдельных не делаю. Если на некорректность данных надо, но здесь больше тренинг. я введу все правильно. Итак, 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 что нам нужно? Что нам нужно для того, чтобы вообще начать? А нам нужно, нам нужно сперва вот идем в наш, в наш BOSS сервис и создадим специальный метод, который будет работать в асинхронном режиме. Повторюсь на всякий случай. Синхронный режим это когда вот ваш программный код работает строчка за строчкой. То есть первая строчка, вторая строчка, третья строчка. Третья строчка не может никогда раньше выполниться первой. Вот это значит синхронный. А синхронный это порядок неизвестен. Если у вас есть код асинхронный, то третья строчка может раньше первой. Если вы написали асинхронный код. Окей. Давайте пишем асинхронный метод. Пишем public. Мы снова будем возвращать answer. Назовем метод get так, я тут скопирую. Сервер остановлю. И здесь я добавлю асинк в описании. Принимает то же самое. И теперь делаем некоторые модификации. Во-первых, 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 мы помечаем, что это метод асинк. Аннотация пришла нам из спринга. Во-вторых, мы оборачиваем вот этот answer, поскольку у нас ответ асинхронный. Асинхронные ответы, они завернуты. Завернуты во что-то. Мы воспользуем сегодня computable. 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 Что я тут опять? Computable. Compu... Com... Completable, а не Computable. Completable. Future. L пропустил. Вот. Вот теперь все правильно. Completable. Future. То есть, когда мы работаем со синхронными вещами, мы не работаем с ними, как с обычными объектами. То есть, у нас есть какие-то оболочки. Это может быть обычный Future, но мы сегодня будем работать с Completable. Future. Итак. Итак, и так. Теперь нам нужно сделать запрос. Пишем Answer. Answer. Делаем наш запрос. Так. Я вот здесь скопирую все это дело. Поскольку здесь одно и то же. И вот этот ответ, вот этот ответ, мы оборачиваем Completable Future. Completable Future. И здесь Complete. И здесь мы размещаем наш Answer. Вот. Вот, вот, вот. Первый шаг сделали. Второй шаг. Второй шаг. нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужно. Так. Идем в главный метод, главный метод и помечаем аннотацию, следующий его. Enable Async. Enable Async. То есть, мы должны, грубо говоря, поставить некий механизм асинхронной работы. Spring нам доставит, поставит некий экзекьютор, некий дефолтный экзекьютор, чтобы выполнять вот эту работу. То есть, вот эта работа у нас запустится в неком отдельном потоке. Чтобы она запустилась, мы используем вот эту аннотацию Enable Async. и Spring нам поставит некий дефолтный какой-то простой simple, 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 теперь нам нужно, нам нужно, что нам нужно? Нам нужно воспользоваться данным методом. Мы, мы будем пользоваться в HomeController. Мммм, комментируем вот эти строчки, вот эти строчки, и теперь что мы сделаем? Мы пытаемся достать юзера, но не просто вот обычным, обычным образом, а именно через асинхронный, асинхронный вариант. Как мы это можем сделать? Значит, пишем answer, ахахаха, ахахахахаха, и это у нас, и это у нас будет, значит, Босс-сервис getAnswerById, мы как строчку, и здесь get, и здесь я ему даю 5 секунд, timeout seconds, вот, мы ему дали 5 секунд на размышление, все, больше им давать не будем. Теперь вот этот answer я пытаюсь записать вот обратно туда, модуль, 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 addAttribute, addAttribute, босс, и answerGetData, getData это сам босс. Все, 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 давайте, давайте сейчас проверять. Время здесь достаточно, мы его чуть позже соментируем работу, что наш внешний сервис очень долго отвечает. Сейчас мы просто протестируем, что вообще все работает. Все работает. Вот я запустил, иду снова на главный, то есть ничем не отличается. А теперь поговорим о том, что произойдет, если, если, сейчас я остановлюсь, ой, нет, я вот сейчас, смотрите, я вернусь вот на свой, на свой, и поставлю, и поставлю 15 секунд. Вот мы, скажем так, соментируем, что наш сервер, наш внешний сервис по каким-то причинам долго отвечает. И сейчас я повторю этот запрос. Я напоминаю, мы ждем только 5 секунд, и вуаля, что мы видим? Мы видим ошибку. Мы видим ошибку. Если мы заглянем в лог, то мы увидим, увидим exception, timeout exception. И вот эту вот простыню, да, timeout exception. Нам его нужно каким-то образом пофиксить. Смотрите, у нас ошибка timeout exception. Мы можем сделать очень по-простому. Мы можем просто в trycatch завернуть вот эту часть блока. Давайте здесь вот так вот сделаю. И так, это я скопирую. Мне нужен catch. Мы ловим timeout exception. Timeout exception. Так. Писать. Писать что-нибудь здесь. Давайте вот сюда. Можно здесь написать влог. Влог можно что-нибудь написать по-хорошему. Давайте воспользуемся ламбуком и напишем влог в ворн. Или эррор вообще можно. Эрор. И я вот просто скопирую. Я просто скопирую. Так. Смотрите. Я здесь модель не передаю. Я здесь модель не передаю. И соответственно, на на темплейте это нужно дело как-то пофиксить. То есть, если я не передаю босса, у меня босс там будет нулом. И если я попытаюсь отобразить нулом, у меня же ошибки там выскочат. Поэтому мы идем на на индекс, страничку. И нам нужно, смотрите, либо здесь передать было бы ладно. Нам нужно было бы либо передать пустого босса, либо мы можем сделать по-другому. Таймлиф нам предоставляет вот такую дивную возможность. Так. Неправильно. Давайте. Смотрите. Таш. Иф. Пишем иф. И используем следующее. Если босс не равен нулу. То есть, вот этот вот участок у нас сработает только при том условии, если у нас босс не равен нулу. Я здесь по-простому решил сделать. То есть, если будет тайм-аут эксепшн, тайм-аут эксепшн, то то, что произойдет. Я просто верну страничку индекс только с буками, но без босса. И в итоге у меня вот эта часть не сработает. Давайте снова запустим. итак, 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 итак. Как вы видите, я здесь уже протестил. Давайте с вами запустим. И вуаля, вуаля. Ждем 5 секунд. Мы ждем 5 секунд, потому что вот это крутится, потому что мы ждем 5 секунд. Мы установили время. Так, где где этот хом-контролер? Что мы ждем 5 секунд. Поэтому так долго ждали ответ. И видим, во-первых, я здесь лог в виде ошибки сделал. Видите? Вот error. Тайм-аут эксепшн, тайм-аут босса. И у меня вот здесь поля никаким образом не отображаются. То есть, вот эта вот часть, вот эта часть у меня нормально отработала. Теперь давайте я пофикшу, пофикшу, сделаю нормально. Уберу вот эти 15 секунд и убедимся, что у нас сервис нормально работает. Вот, видите? Моментально, потому что потребовалось меньше, чем 5 секунд, чтобы получить ответ. Здорово? Здорово. Итак, что мы должны понять? Когда мы используем какой-нибудь внешний API, мы должны задуматься о том, каким образом мы лимитируем время. Каким образом мы лимитируем время ожидания ответа от этого внешнего IP. Юдеры нас не будут ждать. И вот это один из возможных вариантов. Другой вариант вы можете, он более сложный, надеюсь, в будущем я его разберусь. С вами это веб-сокеты. Веб-сокеты, веб-сокеты, то есть сперва подгружайте, скажем так, статичную информацию, а потом через веб-сокеты вы потихонечку или через JS-код тянете какие-то вот эти асинхронные вещи. То есть мы рассмотрели, скажем, более простой вариант. Более простой вариант. так, последнее о том, о чем бы я хотел еще поговорить. Я вот сказал, да, что вот когда мы вот эту вот надпись написали enable ла-синк, нам spring поставит некий дефолтный экзекьютор. А если нам этот дефолтный экзекьютор, я, к сожалению, его настройки не знаю, нужно будет погуглить и вам, и мне, но если вам вот этот пул не устраивает, этот пул не устраивает, да, дефолтный, или вы хотите более тонко настроить, смотрите, мы идем в наш какой-нибудь configuration файл, configuration файл, да, и там мы создаем специальный бин, который вернет нам в итоге public экзекьютор, давайте, экзекьютор, который, собственно, нам будет возвращать thread, thread, task pull, executor, new, то есть, вот, 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 так, возвращаем экзекьютор, естественно, я хотел тут, смотрите, и вот здесь, у экзекьютора есть разные настройки, которые вы можете его ограничить, то есть, вы можете, допустим, количество, количество потоков ограничивать, или, или сделать там сколько вы сообщений, скажем, может этот поток обрабатывать, как это называется-то, вот, set, queue, capacity, то есть, вместимость, то есть, вы можете настроить ваш экзекьютор более тонко, нежели вам поставляет конкретно, конкретно, spring, spring, он поставляет некий дефолтный, вот, какая у него конфигурация, не знаю, зайдите, не нравится, хотите свое, хотите уточнить, создавайте бин экзекьютора, и настраивайте его, допустим, давайте set, скажем, что мы максимум 500, 500 задач можем вместить, скажем так, не больше, и, допустим, экзекьютор, и max, max pull size, ну, 4, 4, 4, у меня 4 логических 4 логических ядра у меня всего, поэтому, поэтому, поэтому я установил 4, окей, и теперь, 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 можем запустить и выполнить все то же самое, и запустил сервер, все, все отлично работает, все отлично работает, хотел еще показать, вот смотрите, вот произошла вот эта вот, вот этот пул зарегистрировался, ой, вот этот бин, бин, наш экзекьютор, наш пул зарегистрировался, то есть, инициализация произошла, и Spring будет теперь использовать его, пожалуй, пожалуй, на этом все, изучайте Spring,